Когда проходила Курская битва? Кто в ней участвовал и какие были оборонительные и наступательные операции? На эти вопросы ребятам ответили участники Совета ветеранов. Главная цель – напомнить ребятам о подвигах их дедов и прадедов. Общий посыл такой, что нужно ветерану рассказать так, чтобы до каждого ребенка дошло. Понимаете? Нам не нужно говорить, сколько танков участвовало, сколько самолетов с обеих сторон. Нам нужно понять, донести до людей, чтобы они поняли, что это совершали подвиг их и наши старшие товарищи. Ребята также приняли участие в патриотическом митинге, устроили минуту молчания в память о погибших героях. Школьники отмечают – они с интересом изучают историю родной страны и биографию ее героев. Я считаю, что это очень нужное мероприятие для всех. Можно узнать что-то новое. И все должны знать, что происходило и не забывать нашу историю. Отдых на смене стараются почаще разбавлять полезными встречами. Они бывают не только образовательными, но и, например, профориентационными. Главное, чтобы ребята проводили время с максимальной пользой для тела и ума. Очень здорово, что у них есть возможность пообщаться с людьми, которые прошли этот нелегкий, сложный, очень ответственный путь. Если не мы, взрослые, будем заниматься сохранением исторической памяти, то кто? Я считаю, и вся наша команда считает, что на наших плечах тяжелый, но очень важный груз. Сохранение исторической памяти и обучение детей тому, что же было в те годы. Всего же в патриотической акции «Десант славы» приняли участие более 200 воспитанников лагеря. Нина Ганеева, Алексей Еременко. События дня. Еды.